Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня мы продолжим знакомиться с ножами бренда Ганза. И на очереди у нас Firebird Knives модель FH31B. В моем случае с зеленой рукояткой. Не будем затягивать, поехали. Начнем по традиции с того, как нож поставляется и комплектуется. Поставляется он в классической фирменной коробочке Firebird Knives. Традиционно комплектуется чехлом, который тряпочка, то есть не держит форму, но я считаю это мелочи. Далее непосредственно сам нож пупырки. Можно, кстати, поснимать стресс. И логично силикагель. На этом комплектейшн закончен. Переходим непосредственно к ножу. Излеченный из упаковки, нож сразу цепляет своим внешним видом. Вот эти вот изломанные линии, угловатые и острые грани, торкстики с анодированием. Клинок у нас формы Warncliffe. К слову, такая разновидность клинка удобна при выполнении тактических операций. Как мы с вами любим. С такой формы клинка нож отлично подойдет для точных работ. А с чисто практической точки зрения, самое большое преимущество клинка состоит в том, что он режет материал, используя всю длину режущей кромки. Накладки на рукоятке у нас из G10 зеленого цвета. Но у производителя имеется в наличии и другие вариации. Например, с накладками из черного G10 или карбон. К слову, мелкая текстура рукояти очень цепкая и присутствует выемка для указательного пальца. А также дугообразное углубление для остальных трех. Бэкспейсер выполнен аналогично и с G10 с темлячным отверстием. Непривычно плоской формы. Но паракорд 550 сюда точно в один слой пролезет. Сверху имеются достаточно цепкие насечки для более лучшего удержания. Торксики осевой и клипса выполнены в черном цвете. Смотрится определенно классно. Особенно в сочетании с зелеными накладками рукояти. Лайнеры в данном ноже стальные. Облегченные только с одной стороны. Я думаю, вам видно эти круглые отверстия внутри. Неоднократно говорил, что у меня средний размер руки. И по факту данный нож полностью заполняет мою ладонь. Собственно, это идеальный вариант под мою руку. Откуда, вы спросите, я взял, что у меня средний размер руки? Все элементарно. Я как-то заморачивался выбором тактических перчаток. И много времени уделил таблицам и замерам ладони. Так вот, у меня оказался размер L. Обычный средний размер ладони. Нож в руке сидит сверху удобно. Различными хватами. Будь то молоточный, обратный или с упором большим пальцем. Дискомфорта не имеется. Единственный момент. Сейчас на обухе ножа модно делать насечки для упора большим пальцем. Здесь же их нету. Да, собственно, они и не очень-то нужны, так как нож сидит идеально. Взяв нож любым из перечисленных выше хватом, пальцы упираются в флиппер. Не позволяя им соскользнуть, это большой плюс. Клипсы на ноже практически к глубокой посадке. Почему практически? Да, потому что из кармана будет торчать вот такая еле заметная дулька. Клипсы двухпозиционные. То есть, при необходимости можно переставить на другую сторону. Производитель предусмотрел вот такую заглушку на одном торксике. Со своей бы стороны я утопил торксик в рукоять, чтобы она была вровень с рукояткой. Это был бы прям вообще идеал. Клипсы позволяют носить нож только кончиком клинка вверх. На клинке у нас весьма популярная для фаербердов сталь D2, которая, собственно, указана у нас на самом клинке. И по традиции тут же мы видим надписи Firebird Knives, Mad by Gunza, а с другой стороны логотип Gunza Firebird. Спуски прямые и высокие, благодаря чему лезвие получило агрессивный и беспощадный рез. Сведение 0.3, а ближе к кончику 0.2. Заявленная твердость клинка 60 по роквеллу. Нож открывается при помощи флиппера, он же плавник, который располагается сверху рукояти. К слову, здесь присутствуют насечки. Механика из коробки просто шикарная. Осевой узел на подшипниках. Данный нож не разбирал, но могу предположить, что подшипники здесь это фторопласт плюс стальные шарики. Шарик детента аналогично стальной. Клинок складывается под своим весом. После притирки шарика детента, уверен, будет лучше. Тип замка у ножа классический лайнер-лок. Лайнер заходит на начало пяты клинка. Далее пробежимся по важным характеристикам. Длина в сложенном виде 112 мм. Общая длина 198 мм. Длина клинка 86 мм. Ширина клинка 25 мм. Толщина обуха 3 мм. А вес его составляет 112 грамм. Предлагаю по традиции порезать бумагу и посмотреть на заточку из коробки. Как раз таки давайте посмотрим на рез по всей длине режущей кромки. При такой форме клинка он должен быть идеален. Да, по всей длине режущей кромки справляется без проблем. Мне, кстати, нравится именно вот такая вот форма клинка в последнее время. Не знаю, почему-то вот они прям мне запали в душу, как говорится. Классно. Ну что, будем подводить итоги. У данного ножа не классический вид. И это уж точно. Но клинок формы Варнклифф выглядит как минимум очень интересно. И он безумно острый. Добавляет очков этому ножу шикарная механика. Открывается он только в лед. Вот мгновенно прям. Сделан нож отлично. Никаких даже мелких недочетов я не увидел. Обработка материалов на высоте. Если хотите себе что-то необычное и не похожее на других, то рекомендую присмотреться к данному ножу. В остальном, как я говорю, выбор всегда за вами. Ах да, цена данного ножа на момент записи видео в среднем составляет порядка 2800 рублей. Вот такой обзор получился. Старался все максимально подробно рассказать и ознакомить вас с данным ножом Firebird Knife модель FH3. Firebird Knife 31B. По традиции все ссылочки на нож будут в описании под данным видео и в закрепленном комментарии. Залетайте и ознакомливайтесь. Кстати, что скажете по данному ножу, особенно те, кто такое имеет в использовании. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. А также обязательно залетайте в мою группу ВКонтакте, Алиэкспресс, ВКонтакте и Телегу. Все ссылочки все там же в описании под видео. Понравилось видео, тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Но обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok